Это всё только начало. Поэтому, Юрий, у нас к вам большая просьба. Пора заканчивать. Потому что за этот год... Не дождётесь. За этот год вы успели продать землю, разрешить открыть казино, сдать под внешнее управление всю нашу финансово-банковскую систему. Вы успешно, можно сказать, на пятёрочку по старой системе выполняли задачи, поставленные Петром Порошенко. Потому что медицинскую реформу, вот он как начал, вы с такой же скоростью, ещё и, знаете, как с перевыполнением плана, работали над тем, чтобы закрывать больницы и сокращать врачей. Как Петя принял закон о среднем образовании, то вот с 1 сентября у нас закроются все русские классы в Украине. И вы не ударили палец о палец, чтобы дать конституционное право сегодня семье самой определяться, на каком языке учить сегодня своих детей. Вопрос военного сбора. Петя придумал этот военный сбор. Всех людей оббирают каждый месяц. 88 миллиардов насобирали за 5 лет в бюджет. Куда украли эти деньги? Куда они ушли? Ни разу никому никто не отчитался. Со всех, да. С пенсионеров. С каждого живущего в стране. Почему вы это не отменили? Мы не раз это инициировали, не раз это предложали. И знаете, как вишенкой на тортик всему. Вы отказались проводить выборы в Луганске, в Донецке областной совет. И когда мы спросили, а почему, в чем проблема, в АТГ вы проводите, в районы вы проводите, а почему в областной совет не проводите, то по секрету нам ваши представители сказали, так мы же там проиграем, зачем нам проводить выборы. Поэтому, знаете, такими темпами сегодня захвата страны, как вы пытаетесь это сделать, такими скоростью экспериментов, ну давайте будем честными, напишем все заявления, сложим все мандаты и спросим у людей, надо ли им еще продолжение этого цирка и ужаса, в котором люди год прожили. Можешь и ключи.